Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 марта. Еще раз поздравляю вам с приходом весны. Ура! Наконец-то весна пришла и в наш сибирский регион. И вот сегодня, читая комментарии, как люди говорят, у нас уже растет редиска в теплице, у нас уже растет салат, у нас уже растет зелень. Я так вся обзавидовалась и решила посмотреть, не смогу ли я пробить дорожку себе в теплицу. Но у нас очень сложно все с тем, что да, в теплице сейчас тепло, но они у нас так завалены, что перед тем, как зайти в нее, это нужно кого-то просить, чтобы мне отдалгливали полметровый слой снега. И он не просто пушистый снег, а именно снег, лед спрессованный вот этот. Но я могу зато зайти и заглянуть в нее. Видите, там лед, снег и вообще очень-очень глубоко. Я зайти не могу, я сейчас открыла форточку, мы сейчас заглянем. Ой, провалилась. Мы сейчас заглянем, и я вам расскажу хотя бы про обогреватели, которые давно собираюсь показать, но показать не могла, потому что не заползешь сюда никак. Вот так мы осенью оставили свою теплицу в таком виде. Я показывала вам, как я мыла стены, где были очень зеленые. Все я помыла, муж принес мне немного перегноя, раскидал, все у нас так осталось. Вот те самые обогреватели, про которые я говорила, это вот самые такие современные, самые последние, инфракрасные. Я хочу, если про газовый, я потом вам покажу, газовый обогреватель мне очень не понравился, потому что он, ну, потом расскажу подробно, не понравился. То вот эти инфракрасные обогреватели мне понравились очень. Во-первых, они, вот у нас была сначала тепловая пушка, тепловая пушка жрет больше электроэнергии. У нас электроэнергия дорожает и дорожает, уже сейчас 4 рубля за киловатт, так что невыгодно иметь тепловую пушку, хотя она тоже хорошо. Еще чем вот мне понравились вот эти инфракрасные обогреватели. Когда нам говорили в магазине, что это доброе тепло, там все, я этого не понимала. Но когда они стали работать в действии, я поняла, сейчас расскажу вам почему. Вот висят они, у меня два обогревателя на теплицу 3х8, они мощность, по-моему, 0,8 ватт или вольт. Я всю жизнь не могу никак запомнить, что из них ватты, что вольты. Ну, короче, мощность 0,8, две штуки на такую большую теплицу, их хватает. Но проблема не в том, проблема в том, что у нас ветродуйка, она, это тепловая пушка, она дует вот так, и она вот этот воздух гоняет и греет. А потрогаешь, земля холодненькая ночью. А эти, они устроены по другому принципу. Они вот как бы греют, у них тепло раз туда, земля нагревается, и потом уже от этой теплой земли начинает подниматься тепло и нагревается воздух. То есть у них грунт греется первоначально, а потом уже весь этот воздух. Вот это то самое, что нужно нам весной в ранние сроки. В прошлом году я здесь выращивала рассаду томатов на продажу и рассаду перцев на продажу. Даже перцы все вылезли, ой, выросли, вылезли, даже перцы все выросли, несмотря на то, что были сложные условия в прошлом году, было очень холодно, были заморозки. И вот эти вот обогреватели, две штуки, они у меня так остались. И в этом году я хочу следующую теплицу, ветродуйку, тоже заменить вот этими обогревателями. Они у нас как, как мы их повешили и не убираем. Теперь мы их будем всегда, они у меня будут здесь. Здесь выход у меня выведен туда, в дом, и дома я могу включить или выключить, ну, чтобы не бегать сюда. Конечно, в особо холодные ночи все равно придется, скорее всего, ходить, потому что иногда высадим, да так рано, мы же все торопимся, что передают заморозок. И здесь я еще делаю дуги, и еще делаю укрытия, когда уже сильно жесточайшие морозы. У нас же бывают и минус 10, и минус 9. Но вот в прошлом году минус 6, минус 7, без всяких дополнительных пленочек, без дополнительных дуг, тут у меня все выжило. Сняла это видео, потому что у меня зрители часто спрашивают, какой обогреватель лучше, какими вы пользуетесь. И обогреваемая ли у меня теплица? Вот эта теплица, она считается не обогреваемой, потому что у меня никаких греющих кабелей нет, никаких стационарных труб не проведено, как есть вот водяное отопление, или там топят печку какую-то. Ну, короче, которые топят каждый день, ну, как весь сезон. Мы стараемся высадить, я вот сюда высаживаю, так сейчас скажу, 30 марта, если я посею, ну, тоже в конце апреля, так же, как свои томаты. Я в конце апреля сюда высаживаю, и в это время уже не нужно нам топить с утра до вечера. Тут солнечный день, нагревается температура, 30 и больше, даже форточки днем открываем. Обычно на ночь этой температуры хватает, если за бортом плюс 5, плюс 7, то этого достаточно. За день грунт нагревается, он теплый, он до утра постепенно остывает. Но если наступают минусовые температуры, то только на ночь, вот именно кратковременно, с 9 вечера до 8 утра примерно так мы включаем вот этот инфракрасный обогреватель. Так что выходит не очень дорого, я, конечно, не сильно считала, я вот прям не высчитывала, сколько он за ночь набегает, потому что там у нас и холодильник, и лампочки все работают, и телевизоры отсоединить невозможно. Но так как больших разниц в оплате нет, значит, я думаю, это не очень дорого. Но кому интересно, тут может посчитать, как-то можно же высчитать. Я с электричеством, если честно, не сильно дружу, если уж я даже не понимаю, вольты и ваты не различаю, значит, высчитать, сколько он потребляет за месяц, мне, конечно, невозможно. Тем более мы включаем эпизотически, то он у нас работает, то не работает, но это не сильно получается много, потому что если бы было много, у меня глаза округлились бы от уплаты за электричество. Я бы, конечно, бросила все это обогревать. Все, до свидания. Показала вам, как выглядят инфракрасные обогреватели. Вот они висят, никому не мешают, как раз под мой рост. И нагревается от них земля. Весной я вам покажу утром, покажу вечером, потому что, смотрите, вечером, когда включаю, утром захожу, вот эта площадь, которая именно под ними, вот жаль, что под ними дорожки, площадь, которая под ними, даже грунт подсыхает, потому что именно греется земля. Это классно. Все, до свидания.